всем привет сегодня у нас долгожданный эфир с нашим гостем учитель школы обычной государственной который поможет нам немножко разобраться в вопросе что же может дать сегодня школа нашим детям этот эфир у нас по техническим причинам не состоялся в прошлый раз когда я делал анонсы и вот наконец у нас все сегодня будет мы проверили хочу рассказать об этом маленьком лайфхаке не знаю насколько он вам будет полезен оказывается использование гарнитуры при прямых эфирах убирает возможные помехи это удивительно но мы опытным путем к этому пришли и так олег у нас на связи олег слышишь меня отлично все тогда я начинаю уже наш эфир и начну с представления всего того что здесь будет происходить и самое главное зачем для меня этот вопрос ключевой надеюсь вам тоже открыли видео она длинная в записи будет где-то час зачем мне его смотреть значит я работаю в теме детско родительских и семейных отношений и эта тема очень большая тема просто таки огромная я в этой теме один из помогающих представителей психолог и специализация детско родительские семейные отношения и олег сюрин который сегодня у нас в эфире гость он представитель дейвней профессии он учитель и он учитель учитель обычной школы необычный учитель обычной школы в чем обычность этой школы состоит но я в этой школе бывал лично это обычная школа построена по типовому проекту в спальном районе города харькова и вы можете эту школу спутать наверное тремя десятками точно таких же школ внешне это не платная школа обычная школа вот туда ходят дети которые прописаны в этом районе грубо говоря вот и олег работает в этой школе и почему олег не обычная школа обычная потому что олег это учитель который не просто занимается тем что работает учителем а участвует еще в массе коммерческих интересных проектов и развивается и растет участвует в таком интересном мероприятии например как эдкэмп где собираются учителя для того чтобы повысить свою квалификацию узнать что-то нового поделиться своими находками и какими-то интересными методиками а олег там спикер они просто участник этого мероприятия вот в чем необычность состоит вот такое у меня будет вступление а теперь давайте я же готовился да поэтому конечно это это приятно слышать что и тебе это зашло такое представление значит у меня есть ряд вопросов которые я подготовил но если в эфире люди находящиеся будут тоже хотеть задать вопрос вы пожалуйста пишите если ваш вопрос будет интересным я его с удовольствием задам а вот а если будет неинтересным будут давать свои все по-честному и так у меня первый вопрос чтобы вам было больше понятно про олега потому что хоть я и сказал столько сколько сказал уверен что это не полная информация из скольких лет должностей мест работы складывается твой учительский опыт это очень важно чтобы понимали экспертный уровень ну я работаю уже давно у меня стаж недавно посчитал сам ужаснулся где-то порядка 35 лет и все это работа в школе никакие я работа не менял место на место не переходил и в принципе я всю свою педагогическую карьеру провел в трех школах в одном районе это были обычные школы далек это ну в смысле в целом да это были традиционные государственные школы единственное что две из них это лицеи гимназии которые сейчас работают ну вот некая некая такая элитарность может быть в этом присутствует но я вот поскольку я был я заметил такую вот ну ну собственно вот какой то такую ну достаточно обычную то есть это не то что там такая лицеи гимназия который там весь харьков готов узнать что же какие условия туда поступить все стремятся и ездят с других концов за 10 километров это не в этом смысле гимназии а просто на зп я так понимаю да а на зп гимназии по сути это да образовательное учебное поведение ну тем не менее гимназического типа ну к нам стремятся попасть ну скорее те которые проживают где-то недалеко то есть действительно у нас там рейтинг есть у гимназии достаточно высокий в том числе и по стране но суть не в этом да школа на самом деле обычная традиционная работает по традиционной программе и то что называется один из одна из представителей массовой школы вот я в ней уже получается почти 20 лет то есть почему я задал вопрос про количество педагогического стажа чтобы понимали какой статистика обладает Олег потому что когда он будет отвечать на вопросы это ну для меня это важный момент я связывал на самом деле вот эту статистику вот это количество проработанных лет тем потому что первый вопрос как раз я могу так сказать да это как бы будет может быть наиболее таким конкретным замером моего по крайней мере опыта наблюдений за педагогическими процессами что я еще начал работать в советской школе причем ту эру советской школы которую можно было бы назвать золотым веком когда это был 83-84 вот до 87 года это была действительно такая мека педагогическая я не утрирую не преувеличиваю тогда появилось очень много прорывных педагогических идей появились новаторы я могу сказать что я такой еще молодой парень только закончил университет и я вот помню я приходил домой голодный после университета ну после работы но прежде чем я обедал я вначале прочитывал несколько разворотов как ты думаешь какого издания что я читал ну догадайся 50 раз советский учитель ну учительская газета учительская газета то есть она тогда была и была сейчас мне самому как-то поразительно это вспоминать но это было так потому что ну нас просто распирало от того какие такие мощные глобальные процессы как нам казалось начинаются вот это вот да поэтому вот мы замешивались вот такая закваска была именно на излете советской школы я бы так охарактеризовал а дальше да я практически видел наблюдал все этапы развития украинской школы вот как менялись поколения детей как менялись поколения учителей сотрудников я вот сейчас это все произнес и подумал ой так это ж такой старенький дедушка уже перед микрофоном я бы сказал молоденький дедушка он помнит еще какие-то доисторические времена да это так так что можно спрашивать у меня вопрос такой как ты прослеживаешь как ты прослеживаешь изменения в среде родителей как по твоему мнению изменился родитель родитель учеников ну такой вот все таки вот сегодня да и в какую сторону эти изменения на твой взгляд двигаются скажем так ну в какую сторону они двигаются это наверное сложно предсказывать куда там у эволюции нет своего как говорится своей цели какого-то такой наперед заданного значения а родители они меняются со сменой поколений то есть я вижу и отслеживаю что ну на моем на моих глазах поменялось уже сколько три поколения это были поколение x потом y и вот сейчас поколение z и тех кого я обучал в начале ну как малышей они уже привели своих детей вот так вот оказывается поколение x и y привели уже своих z вот и они сейчас обучаются в школе и я вижу действительно кардинальные различия между этими поколениями можно было долго на этом говорить там действительно очень много интересных наблюдений если захочешь пригласить по этому поводу о поколениях можно говорить бесконечно это на самом деле будет очень полезно но вот сейчас в школе обучается поколение z цифровое поколение да а родители чаще у и и эти два поколения они на самом деле очень сильно отличаются вот по по своему замесу по по условиям формирования и это на самом деле ну ну как бы основа для кризиса кризисных процессов каких-то и вот они наблюдаются действительно родители здесь не всегда возникает такая по умолчанию гармония ну именно поэтому мы с тобой Денис и пришли в тему детско-родительских отношений да для того чтобы все-таки как-то в этом вопросе помогать да я самые первые дети самые первые родители ну опять же если кратенько сказать у первых вот поколений с которыми мне приходилось сталкиваться и родители и детей там преобладал так называемый ну несколько авторитарный стиль система воспитания где сказано сделано следуем правилам принимаем на себя обязательства вот у нынешнего поколения уже больше такой крен в такую вот систему воспитания которую принято называть либеральное или вот такое свободное воспитание и это ну я один только могу пример привести ну практически я с первых лет работы в школе я уже там был заучем заместителем директора ну какие-то там статусные в школе для школы должности занимал вот ну и ты наверное помнишь что происходит в коридоре когда появляются зауч или директор или даже просто учитель что происходит с детьми ну они по струнке сразу они напрягаются ну как как и положено они немножечко как говорится вминаются в стенку да ну и и дают проход учителю то есть в игру собой не зовут нет они и сейчас не зовут на самом деле только сейчас немножко ситуация поменялась вот когда ты входишь коридор то очень велика вероятность что сквозь тебя может пройти целая группа пятиклассников и даже не заметить что она это делала вот так вот просто напрямую ну тебе надо ты отодвинешься а мне надо вот идти вперед вот так хорошо ли это хорошо ли это ну в какой-то мере хорошо то есть чувствуется что дети у них есть ощущение самодостаточности самоценности что они уже себя так сказать высоко несут другое дело ну когда это несут когда высоко несут это хорошо плохо когда заносит а вот заносит довольно часто или хорошо когда несут немножко проблемы начинаются когда превозносят да да и кстати говоря проблема начинается ну собственно говоря у тех кто кто и превозносит родители сами запускают этот процесс а потом ну страдает от того что не могут его остановить и это тоже есть ну и мы с тобой это тоже видели ну да здесь мы имеем мы здесь имеем дело в каком-то смысле с самооценкой которая ближе к завышенной чем к адекватной скорее всего да и с тем еще интересным явлением что дистанция иерархия семейная она не очень там скорее всего да вот и у меня тоже я тоже это наблюдаю у меня статистика скромнее твоей у меня всего лишь 14 лет педагогического стажа но тем не менее родители то есть мои выпускники еще ко мне детей не ведут вот потому что ну самому хотя уже может скоро начнут потому что старший сам самому старшему наверное сейчас получается уже где-то где-то под 20 лет где-то 19-20 это вот первому выпускнику уже есть поэтому скоро наверное поведут и это будет интересно тоже сравнить вот и да и тут закономерный вопрос вот изменения эти они налицо вкратце мы о них сейчас поговорили а тогда вытекает из этого вопроса следующий вопрос а как же изменились учителя ведь нельзя одному нет в твоем случае можно развивающемуся думающему учителю конечно можно понимать что ко мне сейчас идут не просто родители а ко мне сейчас идут Y ведут своих Z и эта типология в этом смысле конечно помогает в каком-то смысле хотя бы для разговора осмыслить разницу и ввести в разговор такие категории поколение Z и уже становится немножко все так сказать более структурировано чем просто а раньше были такие а сейчас такие да а вот как изменились учителя и тогда уже может быть сразу попутно как они должны были бы измениться и смогли ли многие ли смогли вот 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 на эту тему что ты можешь сказать ну если глобально учителя поменялись со сменой поколений то есть пришло новое поколение просто по возрасту новое поколение учителей и поэтому учительский коллектив тоже трансформировался это видно с другой стороны если индивидуально говорить о том меняется ли учителя с точки зрения насколько они нацелены на саморазвитие я правильно уловил смысл твоего вопроса да чтобы у них тоже было понимание того о чем сказал ты отвечая вот на предыдущий вопрос что когда Y привели Z то ясное дело что отсюда и меняется методика да скорее всего сейчас происходит то же что происходило всегда какие-то учителя они эти вызовы все эти изменения в детях отслеживают принимают как вызов и каким-то образом реагируют на это какие-то учителя ну не буду скрывать они ну остаются как говорится сторонки от этих процессов вот и ну залипает в каких-то и старых концепциях и старых методиках и это проблема на самом деле то есть учительский коллектив в каждой школе он тоже разнообразный разношерстный можно так сказать как было и советской школе в том числе и есть сейчас другое дело что ну вот сейчас наверное я бы отметил что престижность учительской профессии снизилась и продолжают снижаться и это конечно влияет на ну как бы на тот контингент людей которые идут и посвящают себя этой профессии потому что мне кажется что вот те люди которые ты сказал застряли в старых методиках придерживаются еще не приняли новую ситуацию как вызов да ведь это же влияет еще и на то как к ним относятся дети стопроцентно конечно и получается что они в каком-то смысле сами так сказать кузнецы своей популярности среди детей своего успеха среди детей отношения к предмету получается так это же все одна цепочка ну да кузнецы как это говорят мы кузнецы своего успеха ну и кузнецы своего трындец что-то вот в этом роде да если так в грубой форме это выразить то так оно и есть действительно есть учителя которые действительно мучаются на своей профессии вместо того чтобы действительно получать какое-то удовольствие наслаждение ну и кстати говоря мучать вокруг себя и всех окружающих в первую очередь детей и не всегда это как бы вина или ответственность самих этих учителей во многом это связано с тем что школы это никто не скрывает школа не здорово в целом именно поэтому требуется ее реформирование формирование и реформы одна за другой идут вот и мы об этом знаем ну чем дальше тем ситуация становится все более более такой вот ну как бы тревожной назовем это так то есть ты хочешь сказать что больше реформ идет не помогающих процессу да а каких-то формальных каких-то бюрократических это на самом деле это сложно сложный процесс это сложный вопрос и на мою память уже три или четыре может быть пять реформ было ну были реформы косметические ну например такого плана как изменение системы оценивания с пятибалльным на двенадцатибальную или то у нас было одиннадцати летка то одиннадцати летка то одни какие-то веяния то другие это было на самом деле это было не реформы то есть было понимание что надо реформировать но понимание как а главное ресурсов для этого ни у страны ни у ни у учительства в общем то не было вот но время то идет проблемы накапливаются усугубляется и вот на мой взгляд сейчас ну на самом деле очень такой интересный замечательный неплохой момент оступает заключается в том что школа либо развалится и умрет и уйдет как говорится со сцены истории да либо либо реформируется обновиться и станет действительно ну классным местом в котором детям действительно будет хорошо потому что сейчас ну школа испытывает очень серьезно кризисное состояние недаром предпринята очередная реформа кстати говоря об этой реформе я бы высказался непосредственно как о реформе это может быть сейчас не очень вот расхожее мнение потому что ну как-то чаще принято ругать ругать находить недостатки но задумана эта реформа новая украинская школа она задумана очень классно другое дело что задумана она как раз была вот те самые тридцать лет назад где-то вот в районе восемь седьмого то есть все эти идеи они уже тогда возникли и нам как молодым педагогам казалось что классно это ж надо было повезло именно в этот период прийти в школу потому что в понедельник уже все поменяется мы успели все будет классно и теперь прям все наши ожидания они оправдаются ну прошло вот тридцать лет прежде чем теперь уже ну возникла уже не внутренняя мотивация а возник этот как это называется будем надеяться что это будет волшебный пендаль да когда уже деваться некуда уже пинок этот настолько ощущается мощно что нам действительно придется что-то сделать вот и замысел реформы очень правильный другое дело опять же вопрос в том есть ли у страны ресурсы для того чтобы ее качественно провести ну вот будем смотреть пошел уже четвертый год то то есть я так понимаю что из тех противодействия ну это тоже вполне нормально потому что это действительно выход из зоны комфорта и мы понимаем что не все к нему готовы но опять же повторюсь я думаю о том что тут вариантов нет либо либо мы действительно пройдем эти изменения и перейдем на какой-то новый качественный уровень и новый этап развития школы и педагогики либо все развалится и уже валится во многом и многие родители это замечают и не случайно появились альтернативные системы получения образования да такие как и домашнее обучение и дистанционное обучение так или нет и частные школы да поэтому естественно образом традиционно массовая школа она получает ну появляются какие-то альтернативы это нормально это хорошо скажи пожалуйста тем не менее почему я предвосхищаю скорее всего твой вопрос почему я все-таки остался в традиционной массовой школе потому что мне было бы вот интересно чтобы какие-то кардинальные процессы произошли ну в глобальном масштабе они ну вот какие-то локальные успехи они на самом деле всегда были я помню еще на рубеже веков в 2000 году я еще достаточно молодым учителем поехал на международную педагогическую конференцию в Барселоне она проходила она так называлась вызову цивилизации для педагогики и там я с удивлением увидел что на самом деле проблемы вот вот перед школами разных стран они приблизительно одинаковые связаны во многом с тем что ну педагогическая наука она больше вот как-то опиралась на какие-то ну какие-то догадки предположения ожидания что-то по наитию ну то есть не бывающей технологией в основе педагогики не было ни серьезных психологических исследований или нейрофизиологических исследований были некоторые школы такие вот которые строились на основе опыта каких-то педагогов успешных одаренных которые вот что-то свое создавали вот а вот такой общей системы не было я увидел это что многие коллеги с разных стран говорили о том что ай-яй-яй перед нами новое тысячелетие должно быть какие-то серьезные изменения а мы по сути не знаем какими они должны быть вот и и и вот это меня тогда очень сильно поразило что оказывается ну весь мир об этом думает весь мир об этом думает да вот и решения еще нет и и это так интригует и такое предвкушение что вот-вот оно возникнет появится но нет сразу не появилось а на следующей конференции этого же сообщества она была я помню в Швеции в Лунде через два года в 2002 году фокус сместили вот о чем ты говорил на на частные какие-то на локальные образовательные структуры то есть решили подойти решили начать с малого вот и я понял что вызов оказался пока не по плечу педагогическому сообществу то есть проблемы очертили четко и тенденции тревожные тоже очень четко но решение не видели и поэтому сфокусировались на том ну давайте вот пока как-то локально эти вопросы решим например научимся качественно работать с одаренными детьми научимся качественно работать с инклюзивным образованием научимся качественно там профориентацию проводить или там хендмейт какие-то создавать школы или там школы творческого развития вот это вот да и потом вот это мировое педагогическое сообщество увлеклось именно вот этими процессами это интересно было чтобы кардинальные изменения происходили в массовой школе традиционной массовой школе куда ходят обычные дети но это очень это очень это очень прогнозируемо потому что вот у тебя школа обычная у меня детский центр частный а психологическая практика вообще ну как индивидуальная и вот если сравнивать да то процессы которые происходят в государственной школе по осознанию вызова который дает нам новое поколение процессы по подбору соответствующей методики процессы по организации нового типа учебного пространства в школе проходят медленно в частном детском центре они проходят быстрее и в моей индивидуальной психологической практике все проходит еще быстрее потому что обучение и внедрение чего-то нового ну получается никому абсолютно ты не скажем так не подчиняешься не отвечаешь реагировать можешь с той быстротой с которой ну с которой наверное максимально возможной и с которой желаешь что естественно развязывает руки и естественно делает в результате продукт более современным и более востребованным у меня тогда такой вопрос назрел который наверное у некоторых родителей может возникнуть уже на данном этапе и у меня как у папы прежде всего да вот как тогда каким тогда образом если например я вот как папа прихожу к тебе и говорю вот скажи пожалуйста ты столько лет работаешь в школе но я в твою школу точно не пойду мне далеко где-то там сколько десять-пятнадцать километров мне в твоей школе а вот я хочу где-то ну скажем так поближе и какой же ну и чай это будет не частная школа сразу я предупреждаю какой же критерий у меня при выборе должен быть нужен потому что у меня есть свой ответ на этот вопрос я тоже хочу чтобы ты его прокомментировал а ты давай я вначале может быть да мне тоже интересно было бы слушать твой ответ да потому что ко мне с такими вопросами не обращаются и я таких ответов не даю то есть у меня нет ну тем интереснее по этому поводу вот ну могу на эту тему немножко поразмышлять ну многое зависит от того какого возраста ребенок у папы который пришел заставить старшая школа а да пятый класс старшая первый класс или старый пятый а пятый ну да если школа начальная то ответ традиционный все его знают ищите не столько школу то ищите учительницу так и вот сможете ли вы ей доверить если говорить о старшей школе пятый класс средняя школа и дальше то тут уже важно конечно какова школа то есть есть ли у нее атмосфера этой школы есть ли у нее какие-то традиции есть ли у нее какие-то правила по которым она живет может быть какие-то концепции идеи которые она пытается реализовать может быть даже не столь не столь важно удается ли ей все успешно реализовывать но хуже всего когда школа без руля и без витрии просто ну просто перебывают время то есть детей приводят они там какое-то время занимает место на карте занимает место на карте а дети а дети просто там тратят свое жизненное время просто без толку ну где-то должны тратить да мне не хочется какие-то некрасивые слова произносить типа как вот знаешь штаны протирают ну штаны протирают или как тут бывает что вот какое-то стадо заводят да стойло и оно там не пасти некоторое время да потом его пускают куда-нибудь попастись да к сожалению увы есть такие вот образовательные учреждения где просто ну вот именно так именно так и происходит вот а есть школы в которых действительно есть ну какие-то педагогические идеи концепции которые в той или иной степени успешности развиваются воплощаются вот это это всегда видно то есть когда родитель зайдет в школу он эту атмосферу почувствует и потому как дети себя ведут ну в конце концов здороваются они или нет вот какие у них лица конечно надо поговорить с учителями если уже чуть более внимательно всматриваться принимать решения там например по потому отдавать ли ребенка в класс конкретному учителю конкретному классному руководителю я бы кстати говоря предложил вот на что обратить внимание как учитель относится к оцениванию ученика вот для меня например это такой внутренний такая лакмусовая бумажка если учителя оценка это некий способ показать свою власть так способ давления способ какого-то вот такого дисциплинирования так то это один подход если учителя оценка вот как мы говорим формирующая то есть это такой вот маркер который показывает вот сейчас ты выполнил вот такой объем учебной работы на такой балл если немножечко добавишь каких-то усилий то этот балл будет выше то есть оценка не подавляет оценка не обладает этим негативным негативным составляющим а оценка она наоборот стимулирует мотивирует потому что какие-то ребенок превзошел себя и сделал нечто большее чем вот тогда вот это для меня очень яркий маркер того будет ли ребенок развиваться обучаться либо его будут фиксировать в том состоянии в котором он и так сейчас находится опять или нет смотри вот я услышал твой ответ а теперь мне интересно как ты прокомментируешь мою мысль на эту тему потому что я в общем-то советовал это касательно частной школы но интересно как ты на это посмотришь если будешь думать что это касательно например государственной школы мне казалось что есть важный человек в школе после разговора с которым станет понятно вот про дух школы и про остальные какие-то моменты я рекомендовал идти к директору ну это правильно да почему потому что когда сам учился в харьковском национальном университете каразина я видел просто зав кафедра разных которые некоторые абсолютно в одних и тех же условиях не доплачивая отдельные деньги своим педагогам своим преподавателям почему-то могли собрать классную команду а некоторые собирали команду людей которые ну учатся в аспирантуре либо ну с других факультетов пришли в общем да люди есть есть кому везти тоже есть студенты на пары ходят но кому-то удавалось собрать классную команду причем классную команду удавалось собрать на собственном авторитете как видел я и как видели мои одногруппники на собственной харизме популярность уважений вот и эта команда представляла собой ценность потому что это были не случайные люди в данном случае со школой я рекомендовал разговор с директором в принципе вот исходя из этих же соображений как ты на это смотришь единственное что в государственной школе ну у директора не столь такие вот большие гибкие возможности подбирать коллектив создавать свою команду ну например в нашей школе около 1300 учащихся и коллектив учителей там порядка где-то 90 или около 200 человек и на самом деле многих учителей не хватает поэтому директор зачастую рад тому что ну какая-то вакансия замещается что просто находится учитель поэтому не всегда есть возможность действительно создавать какую-то вот творческую команду например из учителей движение AdCamp это было бы наверное идеальный вариант но 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 конечно познакомиться с директором очень полезно будет и родители ну что называется сканируют и сразу получат ответы на многие свои вопросы даже не заданные вопросы внутренние да например у меня есть такой вопрос к примеру который понимаешь ты потом уже да когда ты уже ребенка отдал может быть сначала это какая например реакция у директора на то что ну такой простой пример это же может в принципе быть да вот какая реакция будет директора если я приду к директору и скажу вы знаете вот учитель один взял например и за то что мой ребенок не сделал задание ударил его книгой по голове вот вы вообще как к таким вещам относитесь как вы реагируете на это сам виноват или ну вообще что потому что такие ситуации бывают у моего ребенка слава богу не было но мы все потребители интернета и мы иногда видим записи которые сделаны учеником на уроке и интересно как руководитель смотрит на такие вещи может он скажет ну а что вы хотите папаша вы очнитесь это же государственная школа вы чего тут ко мне пристали с такой провокацией ну это обычная ситуация обычного дня возможно да но она же не случилась что вы ко мне с этим пристаете или например он скажет нашей школе это недопустимо например или он скажет если я такое увижу это вот учитель здесь работать не будет или он скажет ну что он скажет ну какие-то такие острые острые моменты они же бывают всегда и на них есть какая-то реакция например потому что мы можем с тобой сразу понять что если в частной школе папа придет и скажет директору про такой случай то можем с тобой представить что минимум будет какое-то разбирательство этой ситуации вот потому что люди платят деньги если мы возьмем с тобой например нашу известную харьковскую школу бойко то мы прекрасно понимаем что там директор школы это идейный лидер вдохновитель который через которого все проходят собеседование и он определяет он он сканирует человека нужна ему в коллективе такая единица или ему не нужна ну школа бойко ладно это наша брендовая так скажем школа харьковская и там отдельный разговор мы сегодня говорим про обычную школу и в связи с этим больше привел пример для участной школы для такого камерного коллектива возможно где вот действительно роль директора ну она более такая вот явственная яркая такого такого рода у них зачастую такие семейные семейный такой стиль школы бывает а некоторые директора даже выходят и каждого ученика встречают приветствуют и провожают школу и создают такую теплую эмоциональную позитивную атмосферу да такое тоже есть но в городе очень много больших школ муравейников где процессы идут очень быстро вот и там помимо директора который именно он задает естественно какое-то вот направление направление там всем процессом но тут еще очень важно непосредственно кто будет рядом с твоим ребенком да да вот локально прям вот в месте его присутствия кто будет все эти решения принимать ну да и вот тут велика роль классного руководителя ну я об этом уже сказал да олег следующий вопрос у меня такой что может сделать учитель если он действительно что-то хочет сделать полезного нужного классного в условиях обычной государственной школы ну я имею ввиду вот мы говорили про поколение Z да и например ты понимаешь что ну я есть программа да по которой ты должен читать уроки вести уроки да но ты понимаешь что ну программа мягко говоря отстает от реальности грубо говоря она не дружит с реальностью очень грубо говоря кто-то летал в прошлое на машине времени опробовал программу там у него пошло он вернулся в настоящее и говорит ребята работай вперед а ты говоришь ну все понятно но все не так и вот в этом смысле насколько ты стеснен насколько ты можешь что-то менять не наступая на горло самому себе потому что у тебя есть перед кем отчитываться опять же насколько те перед кем ты должен отчитываться могут тебе наступить на горло в общем твои возможности отвечать на вызовы современности они каковы в условиях обычной школы ну вопрос понятие вопрос непростой на самом деле и ответы могут быть самые разнообразные и в очень широких сиделах можно какие-то варианты назвать от того что ничего невозможно сделать мы зажаты тесными рамками и до того что ну вот все что ты посчитаешь нужно сделать то можно сделать и то и другое может происходить в одной и той же школе в одной и той же школе ну то есть ответ я подозреваю тогда такое что если я хочу по сути да если я хочу то я найду способ найду вариант как эти свои цели эти свои задачи реализовать хотя можно конечно говорить о том что есть обстоятельства которые где-то способствуют а где-то наоборот препятствуют каким-то твоим прогрессивным идеям ну например банально зарплата учителя невелика ну в среднем по экономике как принято говорить да и поэтому естественным образом учитель пытаясь ну как-то свой доход увеличить зарплату зарплату больше получить он берет больше часов и поэтому у многих учителей большая нагрузка это фактор который ну просто арифметически мешает влияет на то что творить выдумывать пробовать непосредственно с теми детьми в которых ты мог бы вкладываться я это могу в том числе и в отношении себя сказать что да бывает есть идеи да бывает есть энергия есть желание и это востребовано другими но банально зачастую вот этот вот фактор времени конвейер да и калейдоскоп событий которые в школе происходят он не позволяет эти задачи решать поэтому запретов нет на то чтобы какие-то инновационные идеи сами идеи сами эти концепции тоже уже есть мы с тобой о них знаем желание учителей тоже может быть но вот этот фактор в принципе может повлиять на то на эффективность реализации этих идей как минимум понятно так у меня но тем не менее опять же дорога силит идущий если все таки желание такое есть находятся и возможности мы с тобой тоже знаем что мы и родительские группы проводим после уроков и дополнительные какие-то интересные нетипичные для школы такие вот такие как например проект лидер во мне или ты слышал у нас в школе есть и клуб жизненный капитал так который развивает то что твоими усилиями созданный и развивающийся да никто мне не помешал никто мне не запретил то есть ну это полезно да делай если найдешь для этого время и сил и силы то кто же будет против все только за ну я вот поэтому я понимаю что да что в твоем твой случай как раз это тот самый яркий пример того что что можно в принципе все что ты хочешь реализовать можно не прятаться за тем что вы знаете кому я подотчетный да то есть у нас есть там район о вот вот кстати уже этим можно не пугать да что да вот что учитель проверки за всех сторон запретами что да окрика боится ну этого стало меньше на самом деле рутина вот именно такая естественная рутина так то есть та суета которая естественным образом возникает в большом организме каким является со школы и конечно в этот водоворот ты волей-неволей тоже втягиваешься но такого чтоб прямо какого-то боялись чего-то окрика вот или там не знаю шлепка или какой-то каких-то искусственно создаваемых барьеров если у тебя есть идея пожалуйста проблема скорее всего ну или скорее задача может быть не проблема а задача это найти ну вот время так которая бы которого бы хотелось больше на это все расходовать тратить но увы приходится нести эту нагрузку да идти на уроки и это достаточно много времени не все забирает но я понял просто у меня был такой опыт где-то лет наверное может быть пять назад появилась такая интересная методика которая заключалась в том что с первого по четвертый класс все конспекты и все задания полностью прописаны и есть и если ты хочешь и ты учитель начальных классов то ты можешь по этой методике все это вести для детей но к урокам готовиться ты не будешь потому что уже все сделано за тебя и методика это создана была человеком который 50 лет проработал в школе все это пережил переживал и сделал такую методику значит все академическая часть укладывалась где-то в первые полтора года не в четыре а в полтора вот ему удалось это так сделать методика была интересна тем что она предполагала для учителя который захочет по ней работать и вести начальные классы а там по моему дело шло у четырех пяти предметов который ведет один учитель то каждую пятницу ты с автором методики в скайп конференции учитель каждую пятницу скайп конференции получает установку на неделю предстоящую которая будет и дальше учитель не знает что будет он видит только первую следующую неделю и ему задача эту неделю реализовать так как ему сказали а у него на каждый урок задание вот это все все прописано все есть то есть только перепользуйся методика эта была предоставлялась изначально этим человеком создателям бесплатно и потом это дело ввиду политических событий все это дело остановилось вот но фишка в том что что за методика ты вот значит автор методики Владимир Иванович Жохов он родом из России и поэтому по политическим соображениям это все прекратилось но мне удалось побывать на в харьковской школе на одном занятии где по этой методике происходил урок на уроке математики это была обычная школа обычная школа в которой реализовывалась грубо говоря сторонняя методика то есть эта сторонняя методика была одобрение родителей родители фактически создали инициативную группу которые они поверили в то что есть методика которая здорово повлияет на их детей в каком-то смысле для них это был кот в мешке но после первого года обучения одного класса остальные первые классы родители остальных детей из других первых классов глядя на вот этот особый в кавычках класс сказали а можно у нас со следующего года это будет точно так же вот я просто к чему говорю что для меня это пример того что можно даже вообще не так как надо то есть можно даже вот это делать для меня это в каком-то смысле такое ну что ли как расширение представления о том как может быть потому что да обычная школа и в обычной школе учитель работает по особой скажем так методике дает классные результаты дети на переменах выглядят как бы как-то по-другому они какие-то более организованные более заинтересованные и когда я сидел на уроке математики меня поразило то что дети которые на перемене позволяли себе нецензурную лексику и были похожи на детей из неблагополучных семей прекрасно отвечали на уроки на уровне с теми кто имеет вид ребенка за которым очень родители следят который сидит на первой парте весь такой опрятно красивый одетый и а результаты примерно одинаковые и меня это просто поразило и удивило и это я конечно же к вопросу о возможностях обычного учителя в обычной школе то есть в принципе все это можно сделать ну согласен методики есть то о чем ты сказал я думаю что это не единственный пример сейчас особенно такое вот разнообразие разных техник технологий методов методик которые появляются и доступны педагогическому сообществу вот и да и любой учитель который почувствует что ему это как-то резонирует с ним он может его использовать я думаю никаких препятствий он испытывает в этом не будет но кстати вот я обратил внимание на сцене на одну деталь важную это роль родителей позиция родителей вот во многих случаях именно заинтересованность родителей в том чтобы в их классе или с их ребенком или с группой детей какие-то происходили какие-то то есть не не было такого пассивного ожидания когда школа реформируется и все само собой образуется вот а все произошло здесь и сейчас пока ребенок тогда когда это нужно ребенку вот и вот такая позиция родителей она очень сильно стимулирует учителя к тому чтобы действительно это применять в практике и очень много примеров когда это происходит в разных школах с разными технологиями образовательными и вот сегодня они уже действительно дают почти гарантированный результат уже это не по наитию не наобум а берем какую-то технологию применяем ее и получаем то на что рассчитывали но здесь вот я еще раз подчеркну здесь важно некое вот такое дружество сообщество взаимная заинтересованность и учителей школы и родителей а если речь идет еще и о старшеклассниках то и самих детей потому что без них тогда тоже никакие процессы не запустятся у меня был опыт с моим ребенком когда он учился вот к твоему вот в том что ты сказал сейчас дополнение такое небольшое когда мой сын учился в первом классе в частной школе это гимназия очаг в городе Харьков есть такая замечательная гимназия которая есть в моей традиции и сейчас он учится в обычной школе которая ему подходит отлично ему там есть у него там любимые предметы которые у меня в детстве были ненавистны вот ну у меня так сложилось у него по-другому складывается и удивительно то что то что ты сказал что когда я был когда я был родителем ребенка который ходит в частную школу то моя задача была реагировать на инициативы на традиции на интересную программу для детей вне классной деятельности работы вне классных так сказать развлечений которые школа организовывала а когда я стал родителем ребенка который учится в обычной школе то у меня получается роль человека который если хочет чтобы детство его ребенка было ярче то моя роль роль это инициатива там реакция на инициативу а здесь проявление инициативы в обычной школе и в прошлом году экскурсия на завод где изготавливают елочные игрушки была организована как раз в нашей школе одной мамой которая взяла на себя ответственность и проявила эту инициативу а это была наверно одна из экскурсий таких ярких может еще одна была за целый год а вот в частной школе ты только успевал понимать за что ты заплатил то они едут туда то они едут туда то они едут с лошадями где-то там катаются на какую-то частную конюшку на экскурсию и потом потрясающие фотографии эмоции впечатления то туда то сюда то есть у них был калейдоскоп просто а здесь это все это инициатива родителей и вот мне кажется очень важно у вас же тоже так к примеру да происходит ситуация да да это очень важный вопрос такой действительно очень многое особенно в современной школе будь то частная или государственная компенсация очень многое зависит от контингента от контингента родителей и от понимания того где они находятся и от понимания того что в их компетенции потому что вот эти вот завышенные ожидания Денис на самом деле компетенцию компетентность родителей они сами могут себе сформировать но ну школа так или иначе каким то образом действительно вокруг себя собирает тот или иной родительский коллектив вот зачастую в традиционных школах много родителей или так ну скажем значительная часть родителей которые пребывают в иллюзии о том что школа сама каким то образом должна воспитать их ребенка что это не их забота не их зона ответственности не их не их фокус внимания вот мы вам ребенка отдали ну так и верните нам его воспитанным а на самом деле на самом деле учитель русского языка по совместительству заменяет учителя украинского языка и очень просит чтобы его ему разрешили заменять учителя природоведения чтобы собрать отсутствующего чтобы собрать себе более-менее приличную зарплату которая конечно же не такая приличная как в понимании многих родителей тем не менее это есть да и в итоге на самом деле вот в этой ситуации в итоге разочарование будет только у родителя который не оправдает собственное ожидание учитель как-то где-то что-то какую-то свою роль выполнит и все и он не не оплатят все эти эти недоработки да которые будут связаны с его воспитанием ребенка а вот родители которые будут вот пребывать в таких вот иллюзиях так и предаваться самообману да что я дал ребенку в школу и формируйте как профессионалы все это сделают именно он в конечном итоге увы к сожалению будет разочарован результатом поэтому очень важно действительно родителям даже традиционной обычной школы понять что их роль важна я бы назвал ее даже ключевой и на самом деле у них действительно есть возможности есть права влиять и это происходит и проявлять инициативу да причем вот проявлять инициативу созидательную конструктивную иногда и родители это не совсем ну вот на мой взгляд правильно реализуют потому что часто родители берут на себя функцию такого критика какого-то вот какого-то обесценивания может быть того что в школе происходит каких-то высказывания претензий и это тоже вроде бы как способ влиять но это способ не очень конструктивный да вот таким способом какие-то созидательные какие-то инновационные процессы не запускаются вот когда происходит объединение усилий когда происходит то что называется вовлеченность и родители и учителей тогда тогда можно рассчитывать на государство каких возможно законодательных изменений или каких законов конкретных может быть или каких-то правах да вот что может улучшить эту ситуацию потому что ну как ты действительно ну ты ж не придешь со своим авторитетом и скажешь молодому учителю слушай ну не набирай ты себе три предмета ты же учитель русского языка например или украинского языка зачем ты взял себе еще русские и природоведение если ты там штаны протираешь а более-менее нормально ты даже дашь только украинский получается будь более честным формируй то что 5 � estaburai лучше всего то естьardo украинский язык и литературу А он скажет Олег я тебя слышу но мой кошелек наполняет и русский язык и природоведение а не чисто украинский да bland и я формировать более менее могу только украинский язык и литературу а остальное я не особо сформирую хотя мне отдали на меня понадеялись на самом деле какие-то законодательные акты инициативы государства они уже есть на сегодняшний день я уже об этом говорил что реформа по сути скройно очень неплохо и запускалась основательно достаточно другое дело если какие-то у меня ожидания что все быстро поменяется к лучшему скажу что нет потому что я понимаю а я одним из решений вот то чем ты говорила разгрузить учителя рутиной и нагрузки и суеты тем самым чтобы от у него особенно для творческого учителя открыть открылись шлюзы и возможно что-то действительно делать созидательное развивающее полезное для этого нужно ну как минимум поднять зарплату учителю но при этом почему у меня нет радостных ожиданий на эту тему потому что я понимаю что это напрямую связано с экономикой страны ну а мы понимаем какова экономика нашей страны и поэтому можно конечно пребывать в иллюзии или или даже там обращаться с требованиями но у меня есть сомнения что страна вот сейчас готова тому что было действительно кардинально и повысить статус учителя и получил материальное обеспечение поэтому вот у меня такое сдержанный оптимизм но я тогда твой оптимизм немножко перевел бы на другой язык и сказал бы уже тогда так у меня есть сомнения что страна готова вкладываться в будущее сегодня потому что это по сути так и есть ну и не хочется заканчивать на такой грустной в каком-то смысле ноте хочется закончить на твоих пожеланиях родителям которые являются потребителями все-таки обычной государственной школы и лично они да но они водят детей да что что бы ты мог пожелать и какое напутствие что ли им дать чтобы они знаешь как то вот больше такое завершающее напутствие первое осознать понять что школа требует реформирования она это она это сознает но важные родителям это осознавать то вот то что школа сейчас все еще залипает какой-то прошлое отживший как принято говорить знание его и парадигме когда просто голова ребенка накачивается какими-то там предметными знаниями предметов что этого недостаточно сейчас важно еще и обратить внимание на то что принято называть важными жизненными навыками мягкими навыками soft skills такими как умение критически мыслить креативно то есть по-другому организовать свою мозговую деятельность свой мозг свой свой мыслительный процесс освоить социальные компетентности как принято говорить даком научиться коммуницировать партнерство вот эти вот все важные но они ключевые до современном обществе и ждать что это как произойдет в школе и начнет начнет происходить в школе произойдет когда-то через какое-то количество лет но если вы хотите чтобы вашему ребенку прямо сейчас той школе в которой он находится это это помогали обретать так все эти навыки нужно проявить еще родительские инициативы то есть если вы видите что есть какие-то курсы или кружки или клубы или секции с которых это готовы взяться и форме помочь ребенка формировать то обратите на это внимание вовлекайтесь в эти процессы потому что без вас результата не будет спасибо олег спасибо за напутствие родительское и спасибо за сегодняшнее за то что пришел и за то что у нас состоялся разговор надеюсь он будет полезным родителям которые у которых дети учатся в обычных школах и они они почерпнутся то важное что сказал человек с 35-летним стажем который умеет критически мыслить который явно проявляет креатив на своем месте находясь и тому есть много подтверждения которых я лично знаю собственно почему я и позвал олега как к нам потому что просто учителя не знаю сколько насколько было бы интересно послушать а необычного учителя из обычной школы которому удается вот в этом я считаю и есть ценность нашего сегодняшнего гостя так что всем кто был спасибо 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 Денис спасибо за что пригласил с тобой как всегда очень приятно очень комфортно общаться спасибо за вопросы которые ты задавал спасибо за проявленный интерес и за те лестные отзывы которые ты произнес мой адрес ну приглашай еще всегда буду рад прийти и спасибо участникам нашего нашего сегодняшнего разговора я надеюсь мы тоже были и до встречи до доброго да все спасибо олег да счастливо всем всем пока